Сегодня мы с вами познакомимся с замечательным сервисом для проведения онлайн викторин через смартфоны учащихся. Это Сокративо. Берите в поисковике слово Сокративо. И здесь нет несколько вариантов. Есть Сокративо для студентов. В этом случае это вход для учащихся, не для учителей. Нам же нужно будет Сокративо Тича, либо просто Сокративо. Неважно, тот и другой вариант нам подойдут. Можно вот эту вкладочку открыть, можно вторую вкладочку открыть. На ваш выбор, на ваше усмотрение. Здесь уже вход зарегистрированным учителям, который есть. Если у вас нет регистрации, мы нажимаем Create Account. К сожалению, сервис на английском языке, поэтому будьте внимательны. Сейчас мы с вами будем проходить регистрацию. И посмотрим, что у нас произойдет, если мы нажмем с вами вторую вкладочку оранжевого цвета. Здесь у нас предлагается на выбор, либо также в верхнем правом уголочке войти под логинами и паролем, либо создать свой аккаунт, причем бесплатно. Нажимаем вот эту вкладочку, выбираем в данном случае версию Free, бесплатную. Бесплатная версия у нас одновременно могут 50 учащихся принимать участие при игре. При этом у нас будет создана всего лишь одна комната, в которую мы и впустим наши участники для проведения опроса. При этом мы можем одновременно пройдить только одну активность. Обратите внимание, что в первом случае завести новый аккаунт учителя, что во втором случае оба аккаунта одинаковы. И сейчас мы с вами пройдем регистрацию. Для того, чтобы нам пройти регистрацию, вводим в первой строчке имя, фамилию, почтовый ящик дважды один и тот же и пароль дважды. Нажимаем вкладку «Вкладка». Сейчас предлагает нам выбрать страну «Россия», тип организации, школа. Далее, из тех вариантов, которые здесь предложены, если вашей школы нет, просто создаем новую свою же школу. Каким образом это делается? И мы вводим название школы. «Ваша роль в качестве учителя». Галочку ставим. Нажимаем снова «Next». И теперь мы видим, что нам нужно выбрать тип нашего аккаунта. Если мы выбираем звездочку, мы видим, что это платный вариант. Если мы выбираем… Здесь мы видим, что это бесплатно. Нажимаем «Finish». Добро пожаловать теперь в ваш аккаунт. После регистрации вы автоматически попадаете в ваш аккаунт, видите ваши фамилии и номер этой комнаты. Сейчас вам что нужно посмотреть. Здесь есть кнопочка с викторинами, кнопочка с гонками, выход и три варианта вопросов, которые можно задавать. «Множественный выбор», «Правда, ложь» и «Короткий ответ». Также здесь во вкладке есть уже созданные тесты в викторинные вопросы. Сейчас здесь у нас пусто. Лишь один единственный создан, который автоматически создается. У нас одна единственная всего лишь комната, которая есть и которой мы будем пользоваться. Сейчас это Дегтярева, 19, 40. И давайте отредактируем. Короткое имя Елена, 19, 40. Сейчас мы переходим в вкладку с вами викторины и создадим нашу викторину. В верхнем правом уголочке нажимаем оранжевую кнопочку и нажимаем «Создать новую». В данном случае в «Секративе» предлагается только три варианта вопросов, которые мы сейчас и будем с вами использовать. Далее. Мы выбираем варианты вопросов. «Множественный выбор варианта», «Да», «Нет» либо «Короткий ответ». Начнем с первого. «Множественный выбор». В первую строчку вводим ваш вопрос на русском языке. Так как это у нас игра, мы можем ввести любое задание. Интересное, креативное, необычное. Либо простые совсем. Во-первых, давайте подумаем над названием нашей викторины. Например, игра «Шутка». И сюда первый наш вопрос, который мы введем. Это «В каких месяцах 28 дней?» То есть, в каких месяцах году? У нас есть несколько вариантов ответа. Как отметить правильный вариант ответа? Один или два? В данном случае у нас во всех месяцах года есть 28 дней. Поэтому мы отвечаем галочкой «А». Правильный вариант ответа отмечается галочкой. Мы можем выбрать несколько правильных ответов. Либо вообще все, и тогда они засчитаются. В нашем случае это неверно. У нас будет только один вариант ответа. И мы каждому ответу можем загрузить картинку. К сожалению, это только в платной подписке можно сделать. Теперь к этому вопросу можно загрузить уже картинку. Это уже бесплатно. Это можно. Картинка загрузилась. Отлично. Наш вопрос сохранен. Видите? Он сохранился у нас. Чтобы отредактировать, нажимаем карандашик. Чтобы удалить, нажимаем корзинку. Чтобы переместить, нажимаем стелочку вверх-вниз. Если нужно, можем сделать копию. Сейчас мы переходим к второму варианту вопросов. Да, нет. Купаются ли люди зимой? Вспомним, что у нас есть маржир закаленный люди. У нас есть праздник крещения, когда некоторые люди купаются. То есть мы можем выбрать, что true, правда. Правда. После этого нажимаем квадратик с галочкой. И у нас вопрос сохранился. Вот он сохранился. Переходим к третьему варианту ответа. В короткий ответ. Какой персонаж родился зимой? Какой сказочный персонаж родился зимой? И вариант ответа. Например, Дед Мороз. Снегурочка. Отмечаем снова галочкой, что сохраняем вопрос. И теперь, если нужно, можно их переместить в вопросы. Вот у нас с вами уже готово три варианта вопросов. Первый – множественный выбор. Но я выбрала только один правильный вариант ответа. Второй – правда, ложь. И третий – короткий ответ. Любой из этих вопросов можно отредактировать, нажав на карандашик. Либо удалить, нажав на корзинку. Еще раз покажу. Карандашик. Здесь, если что-то нужно убрать, удаляем, сохраняем. После того, как мы создали с вами викторию, мы ее сохранили обязательно. Сейв. И она вот у нас здесь сохранилась. Вот она, игра, шутка. Давайте посмотрим, как можно провести онлайн-викторину с помощью учащихся в данном сервисе. После того, как у нас уже создана одна викторина во вкладке викторины, сейчас открываем. Вот игра, шутка. Что мы сейчас с вами делаем? Вот в этом кабинете мы выбираем либо первый вариант квиз, либо второй вариант спейс-рейс. У нас есть два варианта проведения онлайн-викторины. Выберем первый вариант квиз. Выбираем по названию нашу игру. Выбираем с автоматическим получением фидбэка поддержки, либо открыта навигация, либо навигация учителя. Давайте, например, открыта навигация. Нажимаем старт. Вот учитель видит пока пустые результаты. Учащиеся. Что делает учащиеся? Они в своей вкладке, в поисковике набирают слово сокративо. На планшете, на компьютере, либо на смартфоне они выбирают сокративо студент. Можно просто сократив, можно сокративо студент. Неважно. В любом случае они, когда пройдут по ссылке, им будет предложен вход в качестве учащейся. Им не нужно проходить регистрацию. Им совсем не обязательно устанавливать мобильное приложение на смартфон, либо на планшет. Им достаточно использовать студент-логин. После этого они вводят название комнаты. Практически на планшетах, на смартфонах то же самое они будут вводить. Название комнаты берется отсюда. Елена, 19, 40. Я сейчас пишу Елена, 19, 40. Присоединяюсь. И после этого я должна буду ввести свое имя. Вот здесь я ввожу свое имя. Например, N. Нажимаю Done. И сейчас у меня на своем же приложении я вижу картинки, вопрос и варианты ответов. Например, в каких месяцах 28 дней. Убираю во всех месяцах. И, как вы видите, я могу перескакивать, передвигаться, так как навигация у меня свободная. Могу перейти на второй вопрос, могу его пропустить, сразу на третий, ввести здесь вопрос. Так, какой скажешь персонаж родился зимой? Так, нажимаю все. Я считаю, что я все закончила, без проблем. Либо я нажимаю вот самый конец, нажимаю Finish Quiz. Я уверена, что да, все, все вопросы заканчиваю. А учитель на своих комнате результатов видит вот что. Он видит, что учащийся под именем Анна на 100% ответила, прошла эту викторину. Причем на все вопросы дала 100% ответы. Сейчас следующее. Перехожу во вкладке Отчеты. И здесь я уже могу посмотреть отчет. Сжимаю во вкладку Export, то есть экспортирую. И отчеты я могу либо в Excel формате скачать, вот внизу Download, либо скачать на Google Drive. Индивидуальные ответы учащихся скачать, либо отправить в Google Drive. Суммарные результаты всех учащихся. К сожалению, я не могу скачать только PDF-ответы. Это только в платной подписке. Это первый вариант. Здесь результаты. Учитель может закончить. Нажать кнопочку Finish. И данная активность будет закрыта. Все, уже она закрыта. Теперь следующий вариант. Мы можем с вами настроить гонку. Вообще супер вариант. Самый востребованный, самый интересный, азартный. Выбираем нашу викторину, игру. Нажимаем. Предлагаем количество команд. Выбираем, например, 6 команд. Может принять участие. Или всего 2 команды. Или у вас 3 команды. По выбору учащихся. Либо автоматически распределение. И у нас варианты, как они будут выглядеть. Персонажи. Вот, например, такой. Нажимаю Start. И сейчас мы попадем во вкладку. С помощью проектора и доски можно продемонстрировать вот эту комнату всем учащимся, чтобы они видели, чья команда побеждает. Сейчас на своих смартфонах, либо планшетах, либо компьютерах они снова вбивают название данного сервиса. Проходят по ссылочке. Да, вот здесь вот. И заходят уже как студенты, как учащиеся. Им не нужно заходить, как учить. Они выбирают название комнаты. Далее вводят имя. Сейчас ждем. Вводят имя. И приступают уже как-то быстрее. Кто быстрее, например. Как только ученик ответил на вопрос, мы сразу видим, команда голубых вырвалась вперед. Дальше. Они отвечают на смартфонах. Следующий ответ. Команда голубых еще опережает. И вот таким вот образом все идет. Все закончили. И мы видим, что команда голубых пчелок пришла первая к финишу. Учитель нажимает «Закрывать активность». Финиш. Закрываем эту активность. Перешли сразу же во вкладку отчетов. Смотрим имена Маши. Смотрим результаты ее. Все отлично. Все варианты ответов. Верно. И как только мы нажимаем «Экспорт», мы также можем скачать результаты в Excel PDF формате этой викторины. Продолжение следует... Продолжение следует...